В Ульяновске продолжается ярмарочный сезон. На этот раз сельхозтоваропроизводители приехали в железнодорожный район. Позже сложившейся традиции проспект Гая перекрыли, чтобы освободить место для машин со вкусным грузом. Всего по подсчетам Минсельхоза приехало 255 машин. Это фермеры и крупные производства со всего региона. Сегодня продукты наши, все, что мы производим, сыры, молоко, полуфабрикаты, пирожные. Наш ассортимент большой. Это мягкие сыры, твердые сыры, рассольные сыры, сыр для жарки. Здесь и овощи нового урожая, и мясо, и молочка. По соседству продают фрукты, сахар и муку. Семья Орловых привезла на ярмарку натуральный шоколад на меду. Работать со сладким продуктом предприниматели начали в 2019 году. Закупить необходимый инвентарь помог социальный контракт. Объемы не сильно большие, то есть где-то 10-20 килограмм в месяц. Просто очень трудно реализовать. Сейчас люди, да, именно с реализацией очень тяжело. Сейчас в основном ярмарки, и есть у меня постоянные заказчики, которые именно берут оптом много. Валентину Семеновну из Старой Майны прозвали на ярмарке живой рекламой. В 93 года она помогает своему сыну с личным подсобным хозяйством. Разводят пчел и выращивают овощи. Ищут сынок меня, вот ищут клиентов. Мы ездим каждый год, и нас ищут, мед берут все время у нас. Вот только мне давно две женщины брали, брали мед. Мы, говорит, вас ищем, ищем, сходим. Вот такое дело. Помогаю сыну. А пока ульяновцы закупались необходимыми продуктами, их развлекали творческие коллективы. Здесь же работал передвижной медицинский комплекс, где можно было пройти флюорографию и вакцинироваться от коронавируса и гриппа. Всего торговлю посетили почти 10 тысяч человек. Выручка продавцов составила более 14 миллионов рублей. Следующая ярмарка пройдет 5 ноября на двух площадях Ленина в Ишеевке и Чердаклах.